Коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию. Напомню, что тема о семье президента 2015 и нововведения в армии. И в том числе мы будем обсуждать и перспективы контрактной службы, и взаимодействия с военкоматом. У нас сегодня спикеры Андрей Семенович, заместитель военного комиссара Харьковской области по работе с личным составом. Олег Шевцов, исполняющий обязанности начальника пресс-службы Харьковского областного военкомата. Василий Беребенко, заместитель начальника Восточного территориального объединения Национальной партии Украины по работе с личным составом. Михаил Куц, начальник медицинской службы 92-й отдельной мегбригады. И Татьяна Бедняк, волонтер группы Хэлл Парми. Я предлагаю начать с основной темы, с призыва. Пожалуйста, кто начнет? Я так не знал, что доза не причина. Ну, значит, зараз, напевно, что три головных завданья, какие стоят перед Харьковскими областными військовыми комиссариатами, напевно, что и перед всеми військовыми комиссариатами. Это первое. Это организовано провести призыв військовослужбовцев Харьковской области на строковую службу. Он тривает протягом листопада месяца. Значит, коротенькие данные, подсумки, мы, зараз мы выполнили план на 50%. Половину, 333 військово-службовцев мы направили. Почтайше, мы, строковика направили на проходжение військовой службы до Збройных сил Украины, до Национальной гвардии Украины, до Державної службы транспорта. Значит, наш залишился час. Сейчас, сегодня, планируется великая отправка. Поэтому, главное, сейчас стратегическое задание перед областными військовыми комиссариатами, это организованно провести призыв на строковую службу. Наступное вопрос, которое стоит перед військовым комиссариатом, это призыв на контрактную службу. Тут, в этом отношении, у нас успехи тоже есть. 50 человек, которые мы отправили для учебного службы на контрактную службу. Близько 500 человек мы призывали на контрактную службу до військовых частей на Харьковском гарнизоне. Ну и третье питание – это работа с військовослужбовцами, которые вернулись в зону проведения АТО. То есть работа с демобилизованными військовослужбовцами, учителями АТО. Для этого, вы знаете, у нас создан информационный центр, который, в принципе, уже в какой-то мере прорекламированный по Харьково-Харьковской области. Мы вместе с Харьковским центром социальной службы, с департаментом социального защиты, с центром занятости, с психологами, волонтерами, працюем в напрямку надания посильной допомоги, правовой, юридичной, психологичной, социальной допомоги и с холослужбовцам, которые выполнили завдания в зоне проведения астеристической операции. Ну, вот это на получение. Добрый день. Меня зовут пресс-офицер Харьковского областного военкомата Олег Курцов. В свою очередь хочу добавить следующий момент. На данный момент ведется очень активная работа по сотрудничеству с журналистами и разъяснение всей ситуации, которые возникают в работе Харьковского областного военкомата. Что бы мы хотели сделать, какой акцент? На данный момент Харьковский областной военкомат пытается комплектовать воинские части, воинские подразделения, используя мотивацию к воинской службе. Для этого мы проводим массу мероприятий в разъяснении и агитации воинской службы. Какие шаги мы сделали по работе с вами, с журналистами? Создана закрытая группа в Фейсбуке, на которой мы будем максимально быстро реагировать на все вопросы, возникающие по работе с военкоматами. Я буду полномочен дать свой телефон и отвечать на любые ваши звонки, как горячее время Харьковского областного военкомата. Также созданы мероприятия, которые будут оповещаться и которые будут выставляться в этой группе. И они будут направлены по секторам, то есть работа с молодежью, работа с центрами занятости. Я хочу вам реально показать реакцию людей на то, что мы им предлагаем. Поэтому в центре занятости будет мероприятие первого числа. Большое мероприятие, созданное для тех, кто ищет работу, за одним столом соберутся представители воинских частей и будут предлагать контрактную службу. Тоже хотят бы пригласить журналистов в уставах. Олег, уточните, вы про фейсбук страницу сейчас закрытой говорили. Когда и как журналисты могут... На данный момент туда уже добавилось порядка 50 журналистов. И я свои контактные данные добавлю. Как она называется? Она закрыта. Давайте по аккаунту. У меня Олег Шевцов. Добавляйтесь, друзья, добавляемся в группу. С помощью Дмитрия мы создали ее. И там уже порядка 50 журналистов. И я надеюсь, что эта группа будет активно работать по решению всяких вопросов, связанных с работой в военкомате. То есть это то, чего не хватало. И то на следствие переговоров с средствами массовой информации приняты были такие выводы. На самом деле большая работа идет в общении между военкоматами и гражданскими общественными организациями. Вот, да, и представитель организации такой, которая защищает права. Действительно, с одной стороны защищает, разъясняет, идет разъяснительную работу. Информационный вакуум, который создался, будем решать. Я, как представитель волонтерской группы «Хэлт Парми», ну, во-первых, хочу поблагодарить искренне тех людей, активистов, представителей других волонтерских групп, военнослужащих, демобилизованных, кто не остается в стороне и по-прежнему принимают участие внесением своих предложений в те изменения, которых мы хотим добиться от Министерства обороны в части мобилизации, в реформировании военкоматов и вообще системы, которая касается системы и снабжения при Министерстве обороны, и самой структуры. Очень важно, вот Дмитрий, я очень благодарна ему за то, что он ведет информационную политику, на сегодняшний день, как вы знаете, на фронте прогнозируют разные сценарии, но они, скажем, пока не очень радужные. Мы, как жители приграничной и прифронтовой области, должны понимать всю ту ответственность, которая накладывается на нас, как на общественников и вас, как медиаресурсам, на то, чтобы информация поддавалась максимально корректно. То есть очень важно на сегодняшний день объективно оценивать ситуацию и доносить реальное состояние дел. Тот призыв, который касается срочной службы, наша группа провела массу консультаций и мы склоняемся к тому, что призыв на срочную службу в Украине должен быть обязательным для всех молодых людей. Мы считаем, что в ситуации, в которой пребывает наша страна, с учетом всех прогнозов, мужчины нашей страны просто обязаны научиться защищать ее с оружием в руках. Те, кому не позволяет либо вероисповедание, либо профессия, должны найти себя в альтернативной службе. Это наша позиция и на сегодняшний день активисты группы проводят консультации и с Министерством обороны, и с Генштабом, и также продолжают сотрудничать с военкоматом. При областном военкомате создана группа общественного контроля, в нее вхожу я, в нее входит Дмитрий Брук, в нее входит Елена Ширжукова. Если у родственников мобилизованных, призывников, если у вас, как у журналистов, у любого человека с активной гражданской позицией возникает любой вопрос относительно работы военкомата или призыва, я прошу не стесняться и через Фейсбук обращаться к нам. Я предлагаю немного вернуться к теме еще призыва. Давайте поговорим об обмундировании, питании, что с этим происходит, функциональные обязанности, куда попадают в областях, в общем-то, Василий Павлович, может быть, Вы, какими-то? Ну, по предчеркому дня всем присутствующим. Национальный гвардик вызывает через военкоматы. Та законодательная база, знаете, изменилась немножко раньше, с 18 лет вызывалась, до 25, сейчас с 20 до 27, более возмужляющиеся приходят, то есть окрепшие солдаты или призывники. Ну, и с другой стороны, конечно, есть и отрицательная сторона, будем говорить так, это то, что два года болтается человек, если кто-то наобучался, то это хорошо. А так два года, непонятно, где он успевает попробовать и наркоту, и авкороль, то есть проблемы на этом есть, как это закончено. Но призыв весенний, который дал, ну, одной из воинских частей у нас, из 90 человек, 35 человек заключили контракты, не дожидая окончания службы. Поэтому в этом году частично призыв национальную гвардикю немножко сокращается. По поводу мандирования, то есть проблем нету, всем необходимым склады практически забиты, то есть еще поступают, потому что понимаете, что кто выходит, таких проблем нету. Насколько она эффективна, там форма, одежда и все остальное, ну, эту оценку дали будем торгать не только наши специалисты, а зарубежные, те же учения совместные с представителями США, Польши, и Балтийских республик, то они очень высоко оценят ту форму, то есть, что украинская нация очень быстро учится в течение года, не только по форме, а в зале. Один из офицеров армии США сказал, если бы у меня были все такие солдаты способны к учению, как ваше, то мог бы намного выше быть всех остальных. Поэтому проблем в Национальной гвардии нету. Воинские части, которые находятся на территории Харькова, буквально раньше поменьше, сейчас что общественные организации, что журналисты практически, ну, каждую неделю бывают в коллективах воинской части. Допустим, он Дмитрий знает с письмом, которое мы нашли, ремонт в казарме и так далее. И пообщаться с солдатами, когда только в казарме, но вы их видите все в городе, и любой из вас может подойти и опросить, что в городе, как питается, как живет. Единственное есть пожелание родителей, не хочу называть фамилии, очень высокопоставленное лицо в Харьковской области. Приехал посмотреть, некоторые командири сначала спушевали, подумали, что очередная проверка. Когда он прошелся по казарме, посмотрел, как, где будет его сын жить, он сказал, я его сюда не отдам. Почему? Вы сделали тепличные условия. Я хотел бы, чтобы постоянно была только холодная вода, а у вас казарме теплая. Я бы хотел, чтобы он полуголодный ходил и так далее. Но, естественно, он этого не нашел. Коллеги, пожалуйста, вопрос. У Тармы я добавлю, что на данный момент и проблемы в лесу тоже нет. Она была в начале. Первые три волны мобилизации, которые мы возили, первая, вторая, третья, действительно была проблематична, поскольку это быстро развертывали. На данный момент, начиная с четвертой волны мобилизации, четвертая, пятая, шестая призывы, укомплектованы полностью форма, одежда и всем довольствиям. Проблемы есть на самом деле. Проблемы есть со строематериалами. Проблемы есть с элементом техники по-прежнему, получение запчастей на автомобиле легковые в основном. По-прежнему есть запросы на оптику, это тепловизоры, приборы ночного видения в основном. Точечно там, где создаются новые позиции, там, где уплотняется линия фронта, скажем, там, где принимаются решения командирами, ставят новые посты. Это есть, но обеспечение вещевым довольствием, в принципе, более-менее. Не хочу обсуждать сейчас качество, оно спорное, да, есть еще очень специальные, которые тоже нужны, необходимы, и пока обеспечиваются за счет волонтерских организаций, благотворительных фондов, либо личными силами, ну, семья там, бойца может помогать или еще что-то. С нового года. Вернемся к вопросу. Смотрите, дело в том, что вопрос в форме вы задали, мы ответили. На данный момент хочу добавить, что на данный момент призывники не идут в зону АТО. То есть из 92-й бригады отправлены все призывники в Миницкую область, то есть они несут всю службу в эталовых частях, но не в зоне АТО. Это срочно, это то, что касается призыва срочной службы. То есть, и будьте уверены, призывники, они обеспечены абсолютно всем. Пожалуйста, мы собрались для того, чтобы общую проблему представить. А с большим, да, вот то, о чем обсуждали, в принципе, со всеми участниками, что у ребят нет негативации. В результате люди, которые по разным причинам не могут, не хотят служить, их ломают, их заставляют, они попадают в воинские части. И всем понятно, что от таких людей никакого оттуда нет. Василий Павлович, расскажите, пожалуйста, как в Нацгвардии решают этот сложный механизм нахождения места человеку в соответствии с его гражданской профессией? Ну, то, что старается их ставить на тех, кто на вдохностные, то, что иметь. Допустим, если водители есть в него права, то ему предлагается, что быть водителем, если это кинолог или хотя бы вырос, где живот, имеет навыки, ему предлагают быть как бы кинологом. Если другие какие-то родственные специальности, точно так же предлагают. Ну, а то, что мотивация высокая, когда сейчас говорят, ну, давайте так не скрываем, это что в зоне АТО получается зарплату в два раза больше. Почему источник работы не найдя, то есть он пишет рапорт и с первого дня может стать контрактником, и тогда он может попасть в зону АТО. Есть в случае личный, что да, если источники попадают в зону АТО, но они все знают, что это согласие родителей, его и по своим морально-деловым качествам, что он может быть внести службу в том или ином качестве в зоне АТО или на линии соприкосновения. Но все знают, что первая линия, национальная гвардия, не несет, а несет с бронесилы, вторая, третья, это уже на звали. Поэтому тут мотивация разная. Почему? Преимущество поступления в академии, или же, допустим, иметь высшее образование, бакалавра, в академии нужная такая система, что пошел год или полтора, отучился, получать специалиста и младшего лейтенанта. И здесь может пойти, допустим, любой механик и получить офицерское звание, и как бы судьбе место работы. Почему? Потому что это стабильная государственная работа, где получаешь зарплату. Ну, кроме того, что если по законодательной базе граним, то уж контрактникам предлагаем многим переходить на офицерские посады, если такая законодательная база. Офицер может получать деньги за поднаем жилья. Это практически значит, что получил квартиру. Другое дело, как там или где, ну, то есть это ежемесячно выплачивается. То есть преимуществ много. Кроме того, предлагается и дальше продолжать учебу по специальности. То есть если человек желает быть нормальным гражданином своего общества и приносит пользу. Насколько для вас важны сочники с высшего образования? Ну, очень важны. Ну, Дмитрий, вы же слышали, да, что некоторые отозвались, что те проекты, которые мы совместно реализовали по изучению кальков, ну, что сочники, которые отозваются и попадают в кальку, допустим, ну, они не знают самого города. И те проекты, чтобы экскурсоводы показали и рассказали жизнь самого города, историю, то они много-много выше тех студентов по своему уровню и арт-дизма в насе города Кальково, чем некоторые даже жители, которые тут проживают. Спасибо. Вопрос. Какие у нас есть проблемы? Сколько нужно указать укладываться? И есть ли это стоящая районная, где есть практика? Дякую за это питание. Значит, я уже утворюсь на кальку, вот, в питании, как я узнал с такой службой, введенный план. 648 человек. На данный этап мы виконали план на половину. 333 человек, которые на вчерашний день были отправлены. Мы отправим в основном национальную гвардию, Державную службу транспорта и Збройные силы. Збройные силы мы отправим в ВСПП, как правило, и учебные частины. Это старичи, это тесна, чтобы они на протяжении месяца учились, приняли військовую присягу, и дальше будет распадение по військовым частям уже без посреди. Короткий анализ. Я думаю, что, если Бог, все будет нормально, мы планируем и проведем подсумковую пресс-конференцию по подсумковому призову, и тогда мы уже более конкретно можем сказать про те вопросы, эти проблемы. Конечно, мы подняли мотивацию, но сейчас главное мотивация – это защищение Батьковщины. Иначе мотивация сейчас не должна быть. Мы можем много чего говорить, но если мы сейчас не поддерживаемся, не защищаем Батьковщину, остальная вся мотивация – это происходит. Может защищать? А мы не мотивировали человек? Может, может защищать. То же любые военнослужащие, кто проводит службу в ЗССР, поэтому и поддерживает коллеги из Национальной гвардии, который даже не думает и не верит, что он создан для ЗССР или Национальной гвардии, он попадает в коллектив таких самых людей, которых, кажется, вроде бы без мотивации пришли на службу, но попадает в коллектив, где нормальный командир, где нормальная обстановка, где нормальные бедовые условия, где он в конце концов вспоминает, что он хлопец и мужчина, когда он не видит зброю сучасную, технику, когда он стает зацикавленный, а если есть еще в подальшем стимуле зацикавить его, что он может добиться несколько специальностей, что он может разрешить на контракт, что он может поступить в ВУЗ, что он может отримать хорошую характеристику и попасть в Национальную полицию после службы, то это, конечно, стимулирует. И много военнослужащие, которые позволяют с главы Збройной силы, строковики, я говорю спасибо. Я никогда не думал, что пойду до главы Збройной силы на строковую службу, но он остался. Спасибо. Я скажу, что среди районов в Харькове проблема, скажу отверто, есть проблема. Сейчас где-то 50-60% выполняется в планах по Харькову. Краще Аджинькинзовский район, где-то он догоняет районы Харьковской области. Вы понимаете, про какие вы думаете, идут очень четко, ярко, уверенно, выполняют все свои поставленные плановые завдания в Харькове и есть проблемы. Сейчас у меня все вопросы, думаю, продумаем. Я начну. Какой результат призыв, процент тех срочек, которые не подходят к состоянию здоровья, либо как бы не подходят? Ну, будем так сказать, высокий призыв. Потому что и повеснянный призыв были проблемы с станом здоровья, и осенний призыв был, есть проблемы с станом здоровья. У нас есть порядка 4-700 военнослужащих проходят медицинскую комиссию. Вечерний Харьков, Ирина Стрельник, у меня к Татьяне вопрос. Скажите, пожалуйста, поподробнее по работе группы общественный контроль, есть ли уже какие-то результаты? Да, конечно, есть. Наверное, многие из вас знают, да, мы анонсировали свое участие в реформировании системы военкомата, мобилизации, мобилизационных процессах, в частности, еще летом. Скажу честно, оказалось, что все мы были в розовых очках, думали, что достаточно прописать некие нормы и стандарты и немного изменить законодательную базу, проведя через комитеты соответствующие Верховной Раде новшества, да, и привести их в соответствие с теми стандартами работы, которые мы выписали. Но это было, увы, не так просто. Один из законопроектов по подписанию краткосрочного контракта, например, прошел путь в 4 месяца, пока его проголосовала Верховная Рада и подписал президент. На сегодняшний день основная работа ведется с Генштабом, то есть уже не на местном уровне. Представители группы Хелл Парми регулярно участвуют в рабочих совещаниях, где вносим те предложения, которые мы также собираем публично довольно. То есть на Фейсбуке регулярно появляются сообщения, в которых мы обсуждаем с общественниками и с представителями силовых структур, как, по их мнению, правильнее сделать. Мы должны понимать, это процесс, который развивается, мы не имеем права сделать ошибку, чтобы потом назад не возвращать, не делать шаг назад, чтобы заново не пересогласовать. Момент длительного согласования между тыловыми службами, между оперативным командованием, потому что там тоже очень много, и между военкоматами, которые, по сути, выполняют заявку Генштаба, но Генштаб не дает инструмент. То есть мы это проговаривали много раз. Ставится план количественный, но военкоматы на сегодняшний день на своем личном энтузиазме только обязаны выполнять план качественный. То есть это на сегодняшний день ответственность личная каждого человека, который участвует в процессе мобилизации. Докторов, психологов, военкомов, все на личном энтузиазме. Здесь у нас в Харьковской области мы видим, что качественные изменения в сознании сотрудников военкомата уже произошли. Механизма системного по отбору до сих пор нет. То есть сейчас все по-прежнему на энтузиазме. Какие главные изменения? Нам удалось внести... Ну все-таки я немного не соглашусь с тем, что мотивации совсем не должно быть. Мотивация должна быть. Ну, во-первых, должна быть свобода выбора. Должна быть возможность альтернативной службы. Именно над этим сейчас работаем очень подробно. И, безусловно, материальное обеспечение и социальная защита для семей. Это тоже очень важно. Ну и случаи, если, не дай бог, появляется ранение, да, опять-таки, или увечья. Над этим работает очень большое количество людей в разных сферах. То есть и по линии президента, да, мы знаем, созданы рабочие группы по социальной защите военнослужащих и членов семей. Какие конкретно предложения? Ну, например, заработная плата. Заработная плата с Нового года, как вы знаете, у контрактников будет увеличена существенно. Сейчас, на сегодняшний день, обсуждается цифра заработной платы у солдата в районе 5-6 тысяч гривен. Ну, это, в принципе, такая средняя заработная плата. То есть если мы говорим о том, что нужна мотивация, мы не можем сейчас качественно отбирать людей, например, в систему контрактной службы. Потому что у людей нет мотивации. Олег, пожалуйста, вы готовы. По поводу мотивации, над которой работает областной военный команд, мы делим сейчас мотивационных людей по следующему образу. На данный момент для старших классов мы проводим уроки военно-патриотического воспитания. Например, вчера в ДК Писачин при поддержке Харьковской районной администрации было проведено мероприятие в уроке военно-патриотического воспитания. Прекрасное мероприятие. 49 представителей школ, 300 человек, полный зал. На одной сцене мы показывали живым примером. Национальную гвардию, бойцовая дара. Выступал человек, высыпал офицерку, призыв. Потом, следующая мотивация. На данный момент центр занятости, где находится порядка 4,5 тысяч безработных, во время мобилизации посещали два раза в неделю. Мероприятия были порядка 30-40 человек за раз, с которых мы уговаривали и мотивировали двух-трех человек служить. То есть это та статистика, когда мы реально ванкомат трудоустраивали, скорее, а не мобилизировали. И дальнейшую мотивацию мы проводим еще по предприятиям. То есть перед тем, как предприятию раздавать, на предприятии раздавая повестку, организовывается большая встреча перед коллективом, на которых выступают тоже сотрудники воинкомата и иногда сотрудники воинских частей. То же самое. То есть мы находим слова и находим специалистов, которые по тем или иным причинам становятся в строй. Ну, например, яркие примеры. Это с завода «Бурба» там мне удалось в поград войска мобилизировать хорошего кинолога, хорошего ковара и хорошего там секретчика. Секретчик пошел в национальную главу. То есть то же самое. Поговорил с людьми, оставил телефоны воинских частей, они созвонились, прошли собеседование и через 3-4 дня пошли служить. Добро пожаловать. Давайте еще. Михаил, у меня вопрос к вам. Одна из проблем иммобилизации без ироносрочного службы есть, не будем скрывать, большой процент людей, которые не согласны с выводами этой миссии район-комата. Закон еще, как это подразумевает. Никиевич, то есть результаты медкомиссии РВК можно расходить в медкомиссии областного военкомата, либо же в суде. Мы получаем ситуацию, когда военкоматы с областной медкомиссией моментально не выпускают человека. Это были проблемы в прошлом году. Не выпускают, противозаконно удерживают территорию областного сборного фрукта. Дальше человек попадает к вам. Какой процент тех, кто попадает к вам? На скидку, да? Людей, которые, диагнозы которых всплывают уже в воинской части и, наверное, сколько это обращает? Спасибо. Ну, я, во-первых, хочу сказать, что я сейчас не являюсь начальниками медицинской службы для шестерой. Я был с 2014 года. Но вот у меня есть. И да, действительно, было огромное количество людей, которые избавили. Ну, это касалось первой, второй, третьей мобилизации. Это были не срочники, это были солдаты, но это были уже достаточно взрослые люди. И я не слышал о случаях, когда бы кто-то кого-то не выпускал из военкоматов, да, и, ну, как, лишал свободы и прав, да, но люди действительно были, да, обнаруживались у них их хронические заболевания уже на месте прохождения снижения, просто физически, на русской, они там, какие-то стрессовые условия не обстрелились, так далее, действительно. Такое было, и это была большая проблема. Но, во-первых, ну, опять же, я говорю, во-первых, от трех волн от травмилизации, которые у нас сейчас, насколько я знаю, как угодно, у кого нет. Ну, вообще, это проблема, это проблема очень глобальная, потому что это проблема вообще, там, здоровья, здоровья всех, и молодых людей, и среднего возраста, в детском это очень много людей, которые страдают и которые болеют, и потом уже, была проблема потом, вот, к нам приходили больные люди, да, например, они говорили, у меня там сахарный диабет, он сейчас обыстрился, я не могу больше, ну, и я ивоз и париковский военный путь, я говорю, вот такая ситуация, скажите, и там началась бюрократическая такая вот процедура перебрасывания ответственности, ну, как бы, мы говорили, ну, вы же пришли в медкомиссию, там, ну, да, прошел в медкомиссию, а сейчас это плохо, что теперь, да? И вот там тогда было действительно вязко очень, потому что такое было впечатление, что, ну, если человек попал в военкомат, то все уже, да, он там, был вложен, да, я, ну, хочу сказать, что сейчас все-таки я вижу изменения, и это происходит, спасибо коллегу, спасибо, Илья Викторовичу, если можно, я какую-то мотивацию еще хотел бы сказать, ну, какая нужна мотивация еще? Ну, вот мы сейчас находимся в состоянии войны, мы все это осознаем, мы понимаем о том, что у нас вооруженные силы, они, так ли, ну, это не военная тайна, они не очень многочисленные, да, ну, то есть они есть, да, они там справляются, но, в принципе, мы нуждаемся постоянно в полноценных людях с гражданской позицией, которые могут выполнять эту функцию, защищать нашу территориальную ценность и наш суверение, и, больше того, эти люди есть, они были не в первой, второй, в третьей волне, были люди, которые самостоятельные, вот они там прошли с нарушением медкомиссии, они пришли в армию, они говорят, я, мы знаем, зачем они здесь, несмотря на все бюрократические процедуры и все данные, они понимают, это касалось и срочников, то же самое, весь вопрос доверия граждан к системе, да, к армии и государству, сейчас мы видим о том, что и военкоматы, ну, на местном, да, в общем-то, лет, это, например, очень хороший, ведут открытую политику, сейчас у нас есть граждан, ну, как мне кажется, должно появиться больше доверия к этим институциям, и, ну, вы поймите, армия была, ну, не реформировалась 20 чем-то, да, 20 лет, да, она уничтожалась планомерно, оттуда уходили, выдающаяся офицеры, да, вот, и сейчас она, в общем, удерживается на просто таланте, ну, единичных людей, да, которые создают вокруг себя снова, заново, ну, новую армию, новую вооруженную силу, вот, и задача, ну, как бы у нас всех, да, вот, восстановить это доверие, восстановить доверие, это будет, там есть много вещей, там, да, там, поведение там, мобилизованными, это и открытость, это будет, и с работой с срочниками, но, ну, тут, в общем, ну, мне кажется, не вопрос в мотивации, это вопрос в доверие. Я думаю, что, как бы, все люди понимают, что, ну, я с ним. Сразу, да, добавьте. Позвольте, я еще добавлю, у нас зараз в ВСК, как я сказал, занимается два питания. Это призыв на строковую службу и контрактную службу. По контрактной службе все зрозумимо. Людина, яка приходит добровольно, который добровольно до військовой частини командира берет отношения, а потом через районы областного комиссариата оформляется, а людина сразу приходит областного комиссариата и говорит, я хочу служить. С такими людьми простейше. Звичайно, приходят люди різні. И станом здоровья. Они обозначительно приходят в медичную комиссию, они обозначительно приходят в психологический выбор, тестування, так звание. И мы какую-то картинку маем против человека. Если человек с явными, ну, будем говорить так, отхиленными, то, даже если она хочет, то мы не можем. Потому что мы понимаем, что человек, яка придет в військовую часть, то я не хочу, чтобы командир сгадывал військовой комиссариат не с ним таким словом. Но это людьми простейше, потому что он мотивованный особистым желанием. Что входит в это желание? Чи заработная платная, чи социальные гарантии, чи захист батьевщины, хотели бы все-таки на первом месте стоять в захист батьевщины, или иначе. Это людьми простейше. Теперь обратимся к строковой службе. Строковая служба дает закон о военно-обовязке. Обовязок. Слово, главное, ключевое слово этого вопроса – это обовязок. Тетяна говорила в начале нашей пресс-конференции, что каждый мужчина должен научиться воевать. Как он научится воевать? На полюбанке, или на этом, как играет такая интересная страйкбол, или что там называется. Он научится воевать, это только в Збройных силах, или национальных, или в других законах, в військовом формировании, прокурорной структуре. Поэтому, конечно, в какой-то мере, військовый комиссариат и держава каже хлопцю, парень, ты прослужил 20 лет, прожив 20 лет на этом мире, ты должен быть благодарен державе, что ты в ней живешь. Наступил час, когда ты должен ее защищать. И в какой-то мере, да, иди, возможно, он не хочет идти. Сейчас питайте наших 600 человек, которые мы призываем, ты хочешь идти на строковую службу? Ну, не одиницу, но есть люди, которые желают. Но есть люди, которые не желают. Но здесь есть вопрос, закон, обязанности. Идинственное дело, что військовый комиссариат, как сказал Олег, и коллеги, которые здесь находятся, и військовый комиссариат, и другие військовые частины, и держава, и журналисты, и пресса, и ЗМИ, и телебачения, и вся структура, что государственная машина должна мотивировать этих людей, чтобы она пришла и увидела, что он сейчас нужен. Он сейчас этот штик в армии нужен. Он сейчас идет в зону АТО. Но в каждой військовой частине, в 92-м бригаде, а в других бригадах хватает, поверьте, работы без АТО. Это и несение вооруженной службы, и внутренняя служба, и обеспеченная технику, и боевая подготовка. Это резерв. Это резерв, потому что кто-то кому сподобается, кто-то зацикавленный, когда сгибает мотивация, когда поднимут социальные стандарты, он сам напишет рапорт и скажет, хочу оставаться на контракте. Володя сегодня срочно не заключает контракт. Сразу нет. Только после 11 месяцев срочно службу. То есть он должен сделать выставку. Вот ему сподобалось. Не сподобалось, он скажет, я еще 6 месяцев прослужу и буду в народном службе. Это два уточняющих вопроса. Вопрос первый, Андрей, вам. Какие проблемы внутри структур военкомат, внецеда вашего в целом, вы видите, которыми снижают мотивацию людей, которые вам попадают? Это первый вопрос. Вопрос второй. Мотивация основана по новым, что говорила Датьяна, на жизненном и, соответственно, профессиональных знаниях человека. Сложно заставить человека с образования концертмистер полюбить танки или оружие. Что вы делаете для того, чтобы концертмистер, в частности, был заинтересованным в том, чтобы попасть в армию и служить? Речь идет о срочной службе. Ну, конечно, питание, я, взразумев сам суть его питания, в том, что, да, рисковый комиссариат, еще мы сподеваемся, что военнослужащий комиссариат в всех отношениях идеальнить, не делает помилок, где-то не поддерживает такой негативный имидж, который был в прошлом году. То я понимаю, что где-то неправильный поступок военнослужащего комиссариата, на каком-то уровне. Он вызывает широкий резонанс в общество, где сразу выходят засоби массовой информации, и это все люди читают, и бачат, а, военнослужащий комиссариат там чинив насилие, затримав неправильно, незадвовано и так далее. И это уже, да, в какой-то мере и подрывает доверие до военнослужащего комиссариата. Это я понимаю, что где-то мы делаем помилки, не учимся, мы так же реформуемся, мы так же приходят новые офицеры, одни офицеры звольняются, одни приходят, приходят офицеры, которые пришли АТО, приходят офицеры, которые не имеют достаточно опыт работы цели, потому что призыв был два года, и призыва не было, сейчас мы снова с 18-ти до 20-ти трошечки порушили цельную систему. Но мы учимся так же, мы не говорим, что мы не равно помилки. С помощью вашей вы нам вказаете, помогаете, мы все это враховываем. Но концент-мейстера зацикавить, полюбить танки, напевно, что очень важно. Если он только концент-мейстер, то не знаю. Расширять возможности альтернативной службы. Сейчас у нас есть здоровый, нормальный мужчина, он должен служить и защищать зброю в руках на фронте. Людина, который хочет защищать, но не может по стану здоровья, он должен быть на альтернативной службе, заниматься волонтерской деятельностью. Третий вариант он должен быть на предприятии, где он остался, и для того, чтобы эти податки к этому предприятию ишли на... То есть каждый сейчас чуть-чуть должен вкладывать в оборонознатность нашей страны. У нас было два директора школы на фасаде стояло. Два педагога, один из них командовал танком. Он не был, он там служил в службе. И в таких сочетаниях концерт-мейстер может быть неплохим, мне кажется, неплохим. И речь идет дальше профессиональная ориентация внутри армии, и создание внутри... Это не важно. Это не важно, человеку не имеет это значение. Я еще недавно... 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 Я еще недавно служил в 90-ославной 92-й бригаде, 10 лет был замкомандир бригади, я еще застав, когда были и срочники, и строковики, и контрактники. Я скажу, человек, который приходит к нам с Бойной силой, командир військовой частини и командир подразделения была счастлива человек. Командир військовой частини мечтал, мечтал, чтобы до него у військовой коллектив пришло, как бы, больше військовослужбовцев из Войной силы. Потому что это великолепные помощники-начальники ВАРТ, это великолепные разведники, это великолепные черговые по КПП и по другим объектам, это великолепные деловоды, это великолепные помощники командира, введенные великолепными документами. Поэтому нерозумный командир может использоваться человек с высшей осветой, но не по призначению в данном случае. В любом случае он будет только доволен. Андрей, я на следующий вопрос. Могли бы назвать какие бывания в кабинете, который хочет заключить контракт? Короткостроковый контракт заключается, сейчас Верховная Рада приняла закон, чтобы можно было заключить короткостроковый контракт сроком на 6 месяцев. Это была, я не знаю, Тетяна Владимировна, мы поднимемся результаты его в сечне-лютому, этого проекта, законы, но задумка сама чудово великолепна, про которую мы неодноразово говорили. Потому что сейчас в в в течение до 40 лет, а мы говорим про мотивацию. Вот, читает человек, и он начинает нервировать, уже в него отношения. Но, опять же, мы говорим о этом контракте. И вот сейчас будет демобилизация. И вот человек, профессиональный, пришел в зону АТО. Он сейчас и думает, когда он будет 1012 в зоне АТО, и социальный пакет, или вернуться домой, и получать ему 2-3 тысячи. Он начинает задуматься. Но это слово «контракт» на особенный период. Никто же не знает, сколько будет продолжать. Татьяна Петровна, пожалуйста. Вот, собственно, этот контракт был призван привлечь внимание тех людей, которые действительно имеют опыт боевых действий. То есть для военнослужащих, которые попали в армию путем мобилизации и отслужили не менее 11 месяцев. Есть возможность продлить службу. Причем можно не сразу после демобилизации, а можно там через месяц, два, три. У кого-то какие-то дела накопились, кому-то нужно дом подремонтировать, кому-то внучку вынечить. То есть есть какие-то обстоятельства, которые не позволяют человеку сразу же подписать контракт. Раньше было возможным подписание контракта только на длительный период до закинчения особоевого периода. И никто не знал, когда он закончится, и непонятные обстоятельства его прерывания. Поэтому вот часть людей это были и военнослужащие, и часть народных депутатов, и мы как общественность разработали этот законопроект с возможностью подписания контракта на полгода. его подписать могут только те люди, у которых есть опыт службы в подразделениях ЗСУ либо нацгвардии. Это могут быть либо срочники, отслужившие воинской части не менее 11 месяцев, это могут быть мобилизованные, отслужившие не менее 11 месяцев, либо могут бывшие военные, скажем, те, кто уволился из 2-3-10 лет назад давно, они могут подписать контракт, это их работа на ближайшие полгода. В момент подписания контракта они получают одноразовую, так называемую подъемную деньги, это в среднем около 10 тысяч гривен. Это просто тоже дополнительная мотивация, это позволит, допустим, закупить какую-то экипировку недостающую. А экипировку разве не выдают? Ну, на коленнике, например, на локотнике не выдают, или там какие-нибудь ножи, да, там специальные, для для спецподразделений, то есть есть, мы же не говорим о том, что вещевое снабжение, но есть какие-то индивидуальные девайсы, которые облегчают жизнь с собой. Если человек уже будет подписывать этот контракт, наверняка эти люди уже знают, куда, какое подразделение, какому командиру, на какую, собственно, работу этот человек идет. Как правило, речь идет о том, что люди возвращаются в свои же подразделения. А какая зарплата контрактник получилась? Сейчас контрактник, который призывается на службу первого месяца службы, который не имеет стажа, на самой такой посаде стрелец, получает 2-400. В зоне АТО получает зарплату десь приблизительно 5-600. Сейчас меняется законодательная база, с нового года будут другие ставки заработных плат. То есть не будет вот этих надбавок больших за участие в зоне АТО, просто будет другая заработная плата. А контракты, которые на полгода заключают контракты, они отправляются сразу в зону АТО или альбом? А они ж так и не шкаются в своих військовых частинах. То есть питание в том, что он служит в військовой частине в зоне АТО, он стал профессионалом, он подумал, что я еще піврока могу потерпеть, заработать трошки грошинят, социальные пильги, а может через 6 месяцев подпишу полнокровный контракт на 3-5-5-5-5. И здесь вопрос в том, что смотрите, когда человек приходит по мобилизации воинскую часть, он может так и остаться на территории ППД бесполезным отказником. То есть самый плохой вариант, когда человек там пьет. Его невозможно уволить, есть система штрафов на какие-то наказания, но уволить его невозможно, и мы с вами его содержим. Так вот, если человек претендует на подписание контракта, то командир всегда говорит свое окончательное слово, берет он этого человека или нет. Поэтому чаще всего как раз контракты заключаются уже с людьми, которые доказали свои рабочие качества. Не обязательно этот человек пойдет в зону АТО. Если это очень ответственный вещевик, то его, конечно, или там в отделе кадров у нас же тоже проблемы. У нас сейчас больше проблем на территории ППД, чем в зоне АТО. У нас громадная кадровая проблема в бухгалтериях, да, это финслужбы, строевая часть, да, там отдел кадров, там сидят люди, которые слабо понимают, в чем заключаются их обязанности. Они как-то у нас там 22 года сидели, вот они там по-прежнему сидят, и ребята, когда сталкиваются с оформлением малейшей там бумажки какой-то, наталкиваются на людей абсолютно немотивированных, не понимающих, чем они занимаются, не имеющих никакой, ну там, не хочу сказать совсем никакой, но это часто люди лишние в армии. Если к нам, например, в 92-ую бригаду придет человек, который будет возглавлять отдел кадров, и он будет там шикарным HR-ом, да, то его командир возьмет с руками и ногами, конечно, на этот контракт. Спасибо. И уточняю еще вопрос как Татьяне и Андрею. Татьяна, мы говорим о контрактниках, но мы забываем о 154 гривнах, которые получают срочно в результате. Это перекос, я сказала. Для семьи это ребенок. Ребенка насильно забрали из семьи, и при этом еще родители вынуждены слабшать его в семнах. Я согласна. Это первый уточняющий вопрос. Второй уточняющий вопрос и к Андрею, как Татьяне. Почему на места вот этих вот людей, о которых мы только что говорили, не берут или берут срочников с высшим профильным образованием? Мы пока не можем уволить. Мы пока этих людей не можем уволить. Нет механизмов. Будет ли разрабатываться механизм очистки армии от того брака, который допустил военкомат? психологически не устойчивый, морально не устойчивый, категорически не хочет. И так далее. Да, именно над этим сейчас работаем. То есть столкнулись с тем, что невозможно изменить систему, имея балласт в виде людей, которые не только не хотят, но еще часто и оказывают противодействие. Часто просто пассивное, но все равно с этим сложно бороться. Ранее не было механизма увольнения, вернее он есть, но он очень сложный. там нужно до ванны выносить, там еще там что-то, целое расследование проводить. Ведется работа очень большая по изменению структуры и очистки как раз вот вот этой вот части, которая организационная, части воинских образований. Допонятно. Да, ну по первому питанию, по 154 гривен. Да, было бы больше грошей, то было бы легче и командиром. Но солдат строковой службы идет на полное державное забеспечение. Раз. Друге, солдату строковой службы по звольненню выплачивается вихедная допомога, 8 или 9, я не помню, может помиляюсь, зарплаты. Друге, солдат строковой службы в особенный период, который призывается на строковую службу, он получает порядка 2,5 тысяч гривен, 2 минимальные зарплаты на свою карточку. И за ним зберегается рабочее место и среднее месячное зарплатное зарплаты, если он был на работе на предприятии. Поэтому мало, мало, перши кроки есть. Можливо, на следующий год, если будет увеличиваться зарплаты, возможно, что-то будет увеличиваться. Было бы 154 гривни, это немного больше, возможно, не знаю, это будет принимать Верховный рак. На рахунок, мы говорим еще раз повторю. Вищая освида, человек с высшей освитою в силах нужна, не меньше, чем будь-хто, не меньше, чем на гражданке. Потому что человек с высшей освитою, с ним легче, легче, простейше працювати. Он может овладеть не той військовой специальности, что там командир танка, он может овладеть специальностью, о которой говорит Татьяна Володимовна. Сейчас очень много проблем даже с теми самыми оформленными документами військовой частины, чтобы набить статус участника боевых действий. Командир військовой частины, который сейчас воюет, понятно, что он может не обратить внимание, но есть начальник штаба, есть заступник по работе с особыми складами, который называет эти понятия профориентация, профутборненда. Он его всегда выкрасит, он только узнает, что это человек из высшей высшей жизни, и он возьмет под свой патронат, назначить на такую специальность, где он будет необходим. А на счет брака в військовом комиссариат не буду заперечивать, есть брак в військовом комиссариат, есть брак по професійному психологическому отбору. Мы враховываем это, его ставим меньше. Это связано с тем, что вас не добавит план? Нет. Ну, будем так сказать. План, он был, есть и я думаю, что в ближайшие годы будет в любом случае, потому что Генеральный штаб приблизительно ориентироваться, сколько каждый військовый комиссариат может призвать, сколько будет призвать, сколько будет призвать, сколько будет извольняться. Ну, это уже серьезный механизм. Но брак есть, потому что есть такое понятие психологов, професійный отбор. Мы должны проводить, мы проводим тестирование, мы догадываем людей с явными признаками алкоголизации, мы догадываем людей с явными признаками асоциативного поведения ну, – бывает такое, что мы где-то слад France i coordinator. Сейчас ведемо в штаб всех в ВК КАЭ79ов психологов. Мы сейчас недавно провели занятия с психологами. Нам будет очень приятно, что были, залученные психологи волонтерами, и спросили, что проведут занятия с психологами в ВКК районных и навчали, Показали, рассказали, как вы являете на какие стадии. В чём? Снова же таки скажу, в чём? На своих моментах пока. Почему сегодня не работает эта система, когда вы не можете напрямую поставлять грамотных мотивированных специалистов в нужную часть? Там, где их не хватает. Сорочник. Сорочник должен пройти к учбову частину. Він должен овладеть за месяц, за сколько получается, здобути військовый специалист. Або стрелец, або танкист, або авиалорист, або інший специалист. Мы не можем зараз напрямую отправлять за військового комиссариата в військовую частину. Навіть мобілізованих по четвертій, п'ятій і шостій хвилі, третя хвиля, ми звідси відправляли людей сразу 92-му бригаду на пункт прийому особого складу. А зараз ми відправляем в учбову частину, що в учбовій частині місяць вони позаймалися, о четвертій, п'ятій, шостій, потім приходять в бригаду, там, протяжі двох тижнів проходять бояславички. І вже, щоб було десь хотя бы полтора-два місяця, що вже можна було їх в зону АТО відправити як більш-менш, трошки прошедших якось військового служба. Військова частина зараз не може цим займатися, тому що всі військові частина зараз знаходяться в зоні АТО. У нас вопрос, действительно, у нас вопрос к учебному центру, тому що де-юре – це учебний центр, а де-факто – це міста, де просто люди ходять, їх нічого не учити. Я сталкивалась з тим, що там люди не уміли стріляти з пулемєта, а вже їхали в зону АТО. Ну, взагалі, в принципі. І там, що-то путалися нічого. Дякую. Ще є питання? Дякую. 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 Дякую.